Вес беспилотного летательного аппарата SuperCam 250, как у небольшой гантели, едва достигает 10 килограммов. Однако размах крыльев значительно больше роста обычного человека – 2,5 метра. И уже через несколько минут эта птица покорит небо. Правда, чтобы запустить ее, потребуется небольшая подготовка. Что нужно, чтобы он взлетел? Нужно его собрать в течение примерно минут 15. На заднем плане вы видите антенну видеоприемника, наземную станцию управления. Вот, в принципе, и все, что ему нужно. Сейчас мы подключим аккумуляторы, сделаем предполетные проверки и будем взлетать. Перед каждым полетом нужно получить специальное разрешение. Сотрудники Пожлеса говорят, что беспилотник – это практически самолет. И перед вылетом согласовывают план полета. Правда, бывают и особые ситуации. Существует еще один режим полетов, так называемый временный режим, который также мы подаем в Москву, с помощью которого мы можем поднять наш самолет в течение примерно двух часов в экстренном режиме, если существует такая вот необходимость. Когда беспилотник запускают в небо и для планового полета, то участок этот полностью закрывают для других полетов. Например, сегодня Суперкам-250 взлетает в деревне Ершова. Чтобы пролететь здесь, другие самолеты запрашивают у Пожлеса разрешение. Итак, план полета построен и теперь загружается. Создали полетное задание, теперь пытаемся прогрузить в наш беспилотный летательный аппарат. Полетное задание загружено. Следом предполетные проверки. Обязательная часть перед каждым запуском. Осматривают подкрылки и работу винта. Уделяется внимание каждой мелочи. А после – запуск беспилотника в небо. Делается это при помощи катапульты. Старт! Воздушная скорость беспилотника – 84 км в час. Высота – 150 метров. Это шестой плановый полет Суперкама-250 на службе у Пожлеса. Аккумулятор беспилотника работает 2,5 часа. Если заряд закончится, то аппарат возвращается в точку запуска. Или, выражаясь языком операторов, точку 0,0. Если аппарат потеряет связь с инженером, он также вернется в исходную точку. Управляется икар, как его ласково прозвали при запуске, ноутбуком с помощью мыши. В процессе полета можно менять высоту и скорость. С камеры прекрасно видно лес, дороги и реки. Силуито зданий, техники и людей совсем крошечные. Словно смотришь на игрушечный мир. Посадить беспилотный летательный аппарат сразу невозможно. Необходимо, чтобы он сделал пару кругов над зоной посадки. А после следует команда инженера – парашют. Парашют! Отлично! Посадка! У аппарата несколько сменных камер. Помимо стандартной видео, есть еще две. Хорошего разрешения фотоаппарат, которым можно снимать все, что происходит на земной поверхности. А также есть тепловизор. Чтобы научиться летать на таком, инженеры Пожлеса прошли двухнедельный курс обучения в городе Ижевск. Теперь они уверенно управляют беспилотником. Также на вооружении у государственной службы есть и квадрокоптер. Они используются для обнаружения очагов возгорания и разведки местности вокруг пожара. Зоркий глаз камеры, словно птицы, способен записывать и передавать видео в высоком разрешении и в реальном времени. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».